МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соседи рассказывают, для жителей частного сектора наличие воды в кране летом основное условие выживания и людей, и животных, и растений. А потому оплачивать счета стараются регулярно и вовремя. Я соседря, я плачу постоянно. Постоянно плачу за воду. Сотрудники Инфоксводоканала в очередной раз пытаются связаться с хозяевами, но тщетно. Оставляют предписание и берутся за дело. Находят место ввода в дом, обеспечивают доступ к нему, производят отключения. Такие работы Инфоксводоканал выполняет ежедневно. Однако в последнее время, когда долги населения превысили рекордные 129 миллионов гривен, работа усилилась. Количество отключений возросло. В день мы получаем порядка 10 адресов. Все-таки отрезаем, потому что люди не хотят платить, либо не идут на контакт. В неделю приходится отключать порядка 60 должников. Однако в Инфоксводоканале отмечают, что отключение не сама цель, а вынужденная мера. На предприятии с пониманием относятся к проблемам своих абонентов. И в каждом случае готовы к диалогу. Есть люди, которые, видя трактор и технику, бегут, сразу проплачивают. Некоторые обращаются за реструктуризацией. Показывают нам квитанцию, мы фиксируем, что она оплачивана, передаем, соответственно, в службу водосбыта. Либо хотя бы номер квитанции, чтобы мы могли по компьютеру проверить. Этому же абоненту теперь предстоит не только погасить сумму долга, но и возместить сопутствующие затраты. Если люди предпринимут какие-то меры, захотят подключиться к системе водоснабжения, им необходимо подъехать по адресу улицы Михайловска, 25, написать заявление на возобновление вода. Им выставят официальный счет, по которому они должны оплатить. Чтобы избежать подобных проблем, следует строго выполнять свои обязательства по договору и вовремя платить за предоставленные водоканалом услуги. Редактор субтитров А.Семкин